В Ривии были погромы, где бивали нелюдей. В Новиграде начали сжигать чародеев и также нелюдей. Геральту нужно было что-то предпринять. Что-то, что помогло бы спасти его друзей, обезопасить хотя бы на какое-то время. Поэтому Геральт вспомнил всё то, чему его учили в Каэр Морхене, в школе ведьмаков. Поэтому сегодня он решил рассказать мне, а я вам, секрет того, как сделать билд настоящего мясника из Блавикина. Давайте с вами не будем затягивать и начнём разбирать этот офигенный билд. Не побоюсь этого слова. Погнали! Инвентарь Инвентарь, естественно он. Как вы видите, на мне сейчас полностью сет школы кота. Именно он, да, потому что он увеличивает нам силу атаки. Если мы с вами будем атаковать сильной атакой, то быстрая у нас будет увеличена на 10% за каждый элемент доспеха. На 5 секунд. В данный момент у меня бонус составляет 40%, потому что у меня 4 из 6 вещей этого комплекта. Из мечей тоже всё просто. Вы берёте самые сильные мечи, которые у вас есть. Вообще, самый сильный стальной меч в игре, это вот этот меч. Стальной меч Тусенского рыцаря. Сейчас, кстати, я его починю, чтобы у меня всё было в порядке. И намажу его маслом против людей. А из серебряных мечей у меня это Мелтих. У вас это могут быть какие-то другие мечи. Абсолютно любые. Теперь давайте разберём эликсиры. Из эликсиров я беру Ласточку, Гром, Неясыть и Лес Морибора. Гром будет увеличивать урон, Неясыть ускорять генерацию очков энергии, а Морибор ускорять генерацию очков адреналина. Ласточка будет генерировать нам очки здоровья. Из отваров тоже всё предельно прям просто. Мы с вами совершенно не должны получать урона. Объясню потом почему. Поэтому из отваров мы с вами берём водную бабу. При максимальном уровне здоровья наносимый урон увеличивается. И мы с вами берём отвар из суккуба. Увеличивает силу атаки в течение боя до тех пор, пока она не достигнет максимума. Также вы можете выпить отвар из катакана. Увеличивает шанс критического удара. Но я не стал брать этот отвар, я взял вместо него суккуба. Вы можете взять его. В принципе это не возбраняется, это будет даже вам плюсом. Больше ничего из эликсиров, отваров мы с вами принимать не будем. Кроме естественно того, что у нас вот здесь в основной ячейке. Теперь давайте перейдём с вами в навыки и я вам расскажу, что я взял там. Из мутации естественно кровавая баня. Каждый смертельный удар мечом расчленяет противника или активирует добивающий удар. Каждый удар оружием в рукопашной увеличивает атаку на 5% до конца битвы. Максимум до 250%. Можно было бы конечно взять убийственную контратаку. В бою против противников устойчивых к контратакам удары мечом наносят на 25% больше урона. Но я взял кровавую баню. Мы всё-таки делаем билд на мясника из Блавикина. Человека, который вырубил всю банду Ренфри, включая её саму. Поэтому мы с вами возьмём именно эту мутацию, которая будет расчленять всех наших противников и увеличивать урон от каждого удара. Как будто бы это боевой транс, в который впадают ведьмаки во время боя. Они не чувствуют ни боли, ни опасности, ничего. Они просто убивают и всё. Из красных навыков я взял очень много всего, чтобы увеличить атаку и чтобы быть более каноничным, так сказать. Я взял 3 навыка из ячейки быстрой атаки, а именно память тела, увеличивает урон от быстрых атак на 25%. Точные удары, увеличивает шанс нанести крит. И вихрь. Ну вы все знаете, что такое вихрь, я очень его люблю, поэтому я его беру в основном во все билды практически. Из сильной атаки я взял силовую тренировку, увеличивает урон от мощных атак на 25%. Закрушительные удары, увеличивает шанс критического удара при мощной атаке на 10%. А вот разрыв я брать не стал. Это совершенно нам здесь не нужно, навык который нам просто всё заруинит. Вместо него я взял хлипкое оружие, снижает вражеское сопротивление урону на 25%. Из навыков защиты я взял лёгкость ног. Контратака. Атака после успешной контратаки наносит плюс 30% урона. И естественно смертельная точность. Каждая очко адреналина даёт 2% шанса убить противника на месте. То есть в сумме это будет у нас 6%, но это очень много на самом деле, я уже говорил. И навык решительность. Получив урон, ведьмак теряет на 100% меньше адреналина. Вот эти навыки в связке работают просто великолепно. Поэтому мы с вами берём их. Расставляем их вот так как у меня, или же вы можете их расставить как-то по-другому. Тут в принципе без разницы. Теперь берём синие навыки. И здесь мы берём всего 2 на квен. А именно взрывной щит и мощь квена. Чтобы отбрасывать противников и чтобы увеличить его мощь, при которой он может сдерживать урон. Больше ничего не нужно. Из зелёных навыков тоже всего 2. Приобретённая стойкость. Каждый выученный рецепт 1, 2 или 3 уровня добавляет 1 очко порогу интоксикации. То есть до 264, если я не ошибаюсь. И навык синергия. Увеличивает бонус за мутаген, размещенный в ячейке окна умений на 50%. И теперь жёлтые навыки. Здесь я взял техника школы кота. Каждый элемент лёгкого доспеха увеличивает критический урон на 25%. И урон от быстрой атаки на 5%. И навык сосредоточенность. Очки адреналина увеличивают как урон, наносимый вашим оружием, так и силу знаков. Всё. Больше мы ничего не берём. Дорабатывать здесь также нечего. Давайте я вам покажу, как всё это будет работать в бою. Я думаю, вам очень-очень это понравится. Специально ради вас я заспаунил просто, ну, гигантскую толпу. Прям. Ну, вы сейчас поймёте, насколько она большая. Перед боем, естественно, нужно наложить клен. И выпить гром, мьясыть и лес морибора. После этого вступаем в бой с нашими друганами. Субтитры создавал DimaTorzok Всё, мутация у нас на максимуме 250%. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет от контратаки. Какой я урон нанесу от неё. Я взял специально противника с полным хп. Чтобы посмотреть, какой урон я буду ему наносить от контратаки. 9000 урона. Теперь давайте протестим сильную атаку. Урон просто невероятный. И все противники, кстати, у нас расчленяются. 41503. 503. Урон, которого я никогда вообще не видел в этой игре. Ни разу. Абсолютно. Всё благодаря тому, что у нас очень умно вкачаны навыки. Супер крутецкий меч. Самый сильный меч вообще в игре, который существует. Ну и естественно, сбалансированные доспехи, которые у нас есть. Всё работает просто великолепно в связке друг с другом. Лучше прям вообще не придумаешь. Что ж, на этом, я думаю, можно закончить этот чудесный билд. Каноничный билд, наверное, можно его даже так назвать. На мясника из Блавикина. Давайте с вами попрощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. И не забывайте заглядывать в паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки в описании. До новых встреч и всем пока-пока.